Тех или иных особенно философских текстов. Рата-ма-та-рамам-мриджати С одной стороны, с другой стороны. Ма-та-ра-та-рамам-мриджати Первое определяемое слово здесь является ма-та-мать и рата-а, то есть это, скажем так, прилагательное, ну, она, разумеется, В-частие, ну, прилагательное, находится перед определяемым словом, это является атрибутом или определением. Радостная мать рамам-мриджат и моет раму. Ма-та-а-ма-та-ра-та-рамам-мриджат и это мать, будучи радостной, моет раму. Это есть, для дикатив есть некое состояние на данный момент. Вот радостная она в принципе радостная, да. Может быть, она всегда только радостная, да. Об этом ничего не сказано. Но она во втором случае, да, ма-та-ра-та-ра-рамам-мриджат и Коль скоро она радостная или будучи радостной, да, он раму. Об этом мы будем говорить еще более подробно. То есть вот главное такое, главное правило, чем отличается атрибут или определение, как общий признак предмета, и предикатив это состояние предмета в данный момент времени. Формальный его признак определения стоит перед определяемым словом, атрибут или атрибут, а предикатив стоит после определяемого слова. Это вот запомните. О том, как следует переводить подобные конструкции, мы будем говорить. Так, и, наконец, вот до карок. Не следует путать, мы в каждый раз говорим немножечко, опять же, вот не следует путать эти уровни, вернее, если мы говорим в одном и том же высказывании и их употребляем, следует очень хорошо понимать, что мы имеем в виду. Уровень морфологический, допустим, глагол. Когда мы говорим о глаголе, это и есть глагол, это категория морфологии. Или прилагатель, или существитель. Часть и речи. Часть и речи. Это морфологические категории. Когда мы говорим предикат, или, допустим, сказуем, или мы говорим атрибут, или мы говорим предикатив, или мы говорим подлежащее, или дополнение, или обстоятельство, это суть категории синтаксической. когда мы говорим, очень многие, я знаю по своим некоторым ученикам, такая очень типичная ошибка путают, так же как и звуки и буквы некоторые путают, так же и вот что это синтаксический анализ а это композит, да композит это категория опять же морфологии композит это сложное слово, пусть оно на санскрите это рекомпадом, одно слово хоро, но это категория морфологическая а композит, допустим, Багурии, он может быть либо атрибутом, либо предикативом, стоя после определяемого слова либо предикативом, частью уже с помощью дополнительного или другого связки он может быть в таком виде предикативом и так далее, да, пожалуйста, вот это вот имейте всегда в виду ну и на этом, наверное, сегодняшнее введение, так сказать, информации, наверное, пока достаточно караки тогда мы не успели, но с карак мы начнем, факторов действия со следующего раза, а теперь, я вижу, там накопилось, накопились вопросы я вижу я вижу